После освящения собора в Атяшево прошел концерт по случаю торжества, а также выставка декоративно-прикладного творчества. О праздничных мероприятиях рассказывает Эльвира Гордеева. Чин великого освящения храма святого апостола Андрея Первозванного, который в сослужении Сонма Архиереев совершил высокопреосвященнейший в Арсенофии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, стала кульминацией торжества Атяшево. По завершении соборного богослужения священнослужители и миряне перешли на кафедральную площадь поселка, где праздник, посвященный открытию храма, продолжился. Глава республики Владимир Волков и архипастер Мордовской митрополии возложили цветы к памятнику участникам локальных войн и монументу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем на главной сцене праздника со словами приветствия к собравшимся обратились глава республики Владимир Волков и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. И вот сегодня мы строим храмы будущего. Это храмы уже нового поколения. Храмы замечательные по архитектуре, по своему строительному материалу, совсем уже другие храмы. И, конечно, в эти храмы должны приходить не только мы, нынешнее поколение, но и будущее. Главный ктитор, президент агрохолдинга Талина Виктор Бирюков передал главе Ордатовской епархии, владыке Вениамину, символический ключ от освященного храма. Мне в жизни повезло, крупно повезло, три раза. Первый раз – это я родился в Мордовии, второй раз – это я родился в Атяшеве, и третий раз – это мне посчастливилось принять участие в строительстве храма. Спасибо всем, кто приходил, помогал, участвовал в этом экспозиции. Низкий вам поклон. По завершению торжественной части программа праздника продолжилась большой концертной программой с участием артистов Атяшевского муниципального района и творческих коллективов художественной самодеятельности районов Республик Мордовия, Чувашия, Ульяновской области. Мордовия находится на первом месте по количеству храмов андушного населения. Здесь более 400 храмов на 800 тысяч человек. И все ныне строящие храмы – это все шедевры, замечательная архитектура, прекрасная роспись. Я думаю, что Мордовия показывает пример всей нашей стране, как нужно возрождать православие на русской земле. Перед Центром национальной культуры весь день работала большая выставка декоративно-прикладного творчества и народных ремесел. Мастера Атяшевского района и районов Мордовии, а также близлежащих регионов, продемонстрировали свои изделия. Резьбу по дереву, ковку по металлу, ткачество, керамику, гончарное и бондарное дело, валяние валенок, лазоплетение, живопись, мордовскую вышивку, бесероплетение, вышивку лентами и многое другое.